Всем привет, ребята, и легендарная рубрика ТикТок Лайфхаки возвращается на канал. Сегодня мы проверим очень много хэллоуинских, ну и обычных лайфхаков. Ну, а если вы хотите, чтобы вышла еще одна часть, то давайте наберем на этом видео, ну, допустим, 500 лайков, давайте, я знаю, что вы можете. Что ж, смотрим первый лайфхак. Да ладно, то есть мы можем в настройках поменять там что-то, и мы сможем красить вещи разными цветами? Ну, то есть, если мы в Adobe Mi будем красить мебель, то она только в одном месте покрасится, а тут она в разных? Офигеть, это очень классный лайфхак. Кстати, очень много кто меня просил обзор на мой хэллоуинский домик, Поэтому сейчас я быстренько его весь пробегу, я думаю, что вам он должен понравиться. Ну, можете написать в комментариях. Чтобы такое построить, вам надо плюс-минус 20 тысяч, ну, в принципе, это не так уж сильно и дорого. В подвале у меня вот такая вот роскошная библиотека, ну и кухня. Кстати, очень классная, мне она прям больше всех, наверное, здесь нравится. Кстати, домик я делал полностью сам, и идей я ни у кого не воровал. Ну, а теперь к лайфхаку. По мебели вы уже могли заметить, работает ли он или нет. Значит, заходим мы с вами в настройки, и здесь мебель многоцветная. Обязательно включите эту настройку. Я решил, что буду перекрашивать это окно, нажимаем на него, и видите, здесь у нас теперь можно покрасить три цвета. А это значит, что лайфхак работает. Я был, если честно, просто в шоке. То есть, я всегда красил только в одном месте, а можно было покрасить сразу всё. Всё. Возможно, вы, конечно, про этот лайфхак знали, но я вообще первый раз это вижу. Ну что ж, этому лайфхаку ставлю 10 из 10, и перехожу к следующему. Здесь нам мальчик показал то, что у нас в замке есть Слендермен. Наверняка вы смотрели моё прошлое видео, и вы видели, что я вам это уже показывал. Ну и вообще, что это за лайфхак такой? Но, ребята, сейчас просто посмотрите. Мы с вами заходим в замок, идём к той картине. И тут она уже полностью расплыта. Это скорее не лайфхак, а какая-то тайна. Я не мог это вам не показать. Это выглядит очень жутко. Посмотрите, тут все картины расплыты. Но был там Слендермен. Хм, может, это какая-то отсылка на следующее обновление? Можете написать в комментариях, что думаете об этом. Хак, баг или тайна мне очень сильно понравился. Можете сами его проверять. Я был просто в шоке. Но не будем сильно на нём зацикливаться, и перейдём смотреть следующее видео. Так, тут уже что-то интересненькое. То есть в данной мини-игре мы сможем просто так легко её проходить. Нам надо просто поменять настройку ходьбы в самом Роблоксе. Я эту настройку поменял, и теперь, по идее, оно должно ходить за нас. Ну и, соответственно, выбирать квадратики она тоже будет сама. Так, я уже в мини-игре, и левой кнопкой мыши мы нажимаем на место, куда мы хотим идти, и я что-то вижу не то. То есть я иду прямо, но путь мне вообще никто не показывает. Походу, этот лайфхак уже не работает. Просто у меня все реки были в этом забиты. Как же нам это не проверить? Опа, ну что-то идёт-идёт. Ну да, оно просто прямо будет идти. Я не знаю, как оценивать этот лайфхак, так как, возможно, он работал, но сейчас он точно не работает. Ну давайте всё же пройдём эту мини-игру. Всё, 3000 конфеток сюда на базу. Спасибо большое, забираем. Тот лайфхак меня немного разочаровал. Я думал, буду там стоять себе на АФК, фармить конфетки. Ну, а доп.ми так не думал, поэтому давайте смотреть следующий лайфхак. Ого, это очень классный лайфхак. То есть при помощи друга за нами будет бегать два питомца. Итак, мой аккаунт уже здесь. Давайте добавляем его в семью. Очень вежливо крадём его питомца и убегаем в питомник. Я всё не могу налюбоваться хэллоуинской локацией. Она прям очень классная, согласитесь, вообще шикарная. Итак, я уже в питомнике с двумя питомцами и осталось совсем малость. Просто убираем второй аккаунт с друзей и бросаем питомца. Ну вот и всё, побежит ли за нами котик. Давайте смотрим. Да, реально, походу работает. Ну слушайте, теперь можно реально бегать с двумя питомцами. Это очень круто. Данному лайфхаку я ставлю 10 из 10. Мне он очень даже понравился. Ну а теперь со своими двумя питомцами смотрим следующий лайфхак. Опять же таки, очень полезная штука для фарма. Не знаю, сработает ли она в этой мини-игре. Потому что та была прошлогодняя, но мне кажется, что они очень похожи. И здесь тоже должно получиться. То есть, как только мини-игра начнётся, мой второй аккаунт передаст мне пропеллер. Я взлечу. И наверняка, если меня Чикатрис откинет, то я не упаду вниз. Ну что ж, го проверять. Мини-игра начинается. И мой второй аккаунт должен мне передать. И где? Где мой пропеллер? Ну вот, пропеллера нету. И этот баг и лайфхак тоже пофиксили. Ладно, придётся проходить самому. О, кстати, нам из первого лайфхака помогла вот эта вот штучка. Мне кажется, она передвигается даже быстрее, чем я. Ну нет, она меня походу подвела. Да, я упал, разбился. И сколько мне дадут денежек? 1900. Эх, ну и ладно. Ну что ж, ребята, на такой прекрасной ноте мне придётся закончить это видео. Напишите, какой лайфхак вам понравился больше всего. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok